Павел Николаевич, скажите, что происходит? Возле Дома культуры какие-то глыбы снега? Откуда они возникли? Нет, во-первых, они там лежали все время. Там были не клубы, а просто... Переложили как-то особо творческим образом. Очень интересная история, когда... Самое опасное, знаете что, в России? Дураки. Но самое... Геннадий Андреевич говорит, что опаснее дураков, это только дураки с инициативой. Прежде чем что-то делать, нужно сначала понять, почему что-то происходит, и поэтому принять какое-то правильное решение. И вот эти дураки с инициативой вдруг решили, что они имеют право, хотя сами же точно знают, что участок земли, площадь принадлежит совхозу Ленина, решили вдруг ее почистить. Причем почистить очень интересно. Обычно мы, когда чистим, мы снег вывозим. Они просто сгребли его и положили на места прохождения коммуникации, как действующих, так и будущих. Потому что во втором квартале этого года совхоз Ленин давно об этом говорил и писал письма, планирует капитальный ремонт Дворца Культуры. В том числе и подведение туда коммуникации и теплоснабжения. Почему? Потому что в протяжении долгих лет, к сожалению, тепла зимой, особенно в такие крутые зимы, не было. Почему? Потому что теплоноситель подходил не той температуре, которая необходима. И после строительства новой котельной у нас в плане было подвезти туда новые теплотрассы. Причем две, а не одну. Одну непосредственно к спортзалу, а другую к вводу в здание, там, где старая теплотрасса лежит. Для этого надо поставить два колодца, а потом внутри еще сделать так называемый ИТП. И теплоноситель подойдет достаточно серьезно. Для этого нужно положить трубы, естественно. А для того, чтобы положить трубы в России, нужно сначала, чтобы земля отмерзла. Ну и представьте себе, какой-то абсолютно инициативный чудак, по-другому не скажу. Решил, что как раз на те места, где будет проходить теплотрасса, нужно свалить огромную кучу снега. Причем ни с кем не посоветовался, сделал это совершенно партизанским методом. Наши сотрудники пытались трактористу объяснить, который не мог объяснить, кто его сюда пригласил и почему он здесь работает. Он говорит, что он делает не то, что нужно сделать и вообще не понимает, что он делает. Но потом уже выяснилось из ролика, что это как раз этот чудаковатый директор Центра Дворца Культуры, как он называет Центр Культуры, который не пускает наших сотрудников, который там хулиганит, хамит. Ну, такой типичный, единороссовский деятель. Ну и поэтому для того, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию, снег был опять разложен, потому что так он быстрее тает. Ну а потом в перспективе, конечно, он будет убран и на тех местах, где сейчас складируется снег, а мы работу не закончили, будет уже выкопаны траншеи, после этого положены трубы, в ближайшее время сейчас их начнут завозить на территорию. Поэтому тех людей, которые там сильно беспокоятся о том, что происходит с Дворца Дворца Культуры, могу сразу предупредить, что где-то с апреля месяца будет установлен забор для того, чтобы оградить, а там же такая, видите, зона, где все время ходят дети, либо в школу, либо из школы, либо в бассейн. Поэтому там будет стоять забор в соответствии со строительными нормами и правилами. Ну и дальше пойдет такая серьезная работа по прокладке коммуникаций. Ну а дальше там у нас большие планы по капитальному ремонту. Мы сейчас заключаем договора с фирмами, вентиляционное оборудование для кондиционирования воздуха, потому что вы сами видели, в Дворце Культуры, в самом здании и в спортзале. Там, конечно, если много детей, то сразу микроклимат портится и там трудно заниматься. Ну и дальше там внутри работы, связанные с заменой кондиционных сетей, водопроводных сетей, сетей электроснабжения. Там много работы, придется переделать крышу, частично поменять там оборудование сцены, которое, я не помню, то ли 13 лет назад, то ли 18 лет назад мы последний ремонт закончили там. Хотя мы текущие ремонты проводили, несмотря на то, что муниципальная власть должна была это делать, но, конечно, без капитального ремонта не войдутся. Павел Николаевич, ну в интернете ролик гуляет, где директор вот этого центра, Жуков, приглашает всех на широкую масленицу. Вот, ну почему площадка-то вдруг выбрана? Единственное вообще, как на ваш взгляд? Честно, когда в прошлом году они у нас брали в аренду площадку, платили за это деньги, вот, сейчас они решили там, наверное, сэкономить, не знаю, но у них же достаточно муниципальной земли. Какой смысл делать вот масленицу там, когда у них вот весь старый поселок — это введение муниципальной службы? Ну, пожалуйста, сделайте на своей территории масленицу. Ну, или как вот 23 февраля они проводили. Все спокойно можно провести это в школе. Достаточно мест муниципальных, где можно проводить эти мероприятия. Чего обязательно упираться в эту площадь, тем более, что она, скажем так, к сожалению, пока так... Я считаю, что это оккупированная площадь, потому что это просто оккупанты. Они никаких действий не проводят. Ну, большинство кружков перешло к нам. Они там пытаются как-то удержать контингент детей, но видно сразу, что они не могут этого сделать. Павел Николаевич, родители рассказывали, что теперь кружки танцев переведены в Вегас. И там, по словам директора, уплачено 2 миллиона, чтобы эти 3 месяца там арендовать эти помещения. А всего за ДК сколько аренда была годовая? Вместе с охраной, с отоплением, с коммунальными платежами, по-моему, около 8 миллионов в год. А почему они тогда кричат, что это дорого, если тут даже месяц? То, что они кричат, это вообще ни о чем. Потому что, вот смотрите, вы же сами говорите, что есть ролик, где этот же вот этот... Сказочный директор говорит о том, что Рота Агра. Ну, Рота Агра, это та компания, которая когда-то захватила, называнием было несколько другое, захватила колхоз Лагомича. И там тоже есть Дворец культуры. Кстати, по-моему, вы делали сюжет по этому поводу. Ну, там Дворец культуры в таком состоянии, до чего его вот это Рота Агра и бенефициары этой Рота Агра, до какого состояния они культуру в горках Ленинских довели. А теперь они пришли, чтобы довести наш Дворец культуры до такого состояния. Но если у них есть какие-то лишние деньги, о которых там не говорят, что когда они оплачивают там Жукову какую-то охрану или, как он сказал, вот эти трактора, ну, пускай просто наведут порядок в этом Дворце культуры. И будут, как и мы, бесплатно организовывать там кружковую работу, заниматься с детьми. Кто им мешает? Что, надо обязательно сюда-то применять силы? Тут у нас все хорошо. Благодарить как-то. Ну, да. Поэтому это пиар, причем глупый, неумный, потому что, ну, слушайте, вот тут 7 километров до колхоза Лагнича, до этого, скажем так, Дворца культуры. И, кстати, я когда Спасскому задавал вопрос этот на Думе, говорю, слушайте, что вы вот лезете к нам? Ну, вот у вас есть Единоросс Саблин, и у него есть горки Ленинские, то есть вот Дворец культуры, который был вообще украшением. Это памятник архитектуры, по большому счету, который Буянов еще строил, организовывал, колхозники нарадоваться не могли, а в каком он сейчас состоянии, ну, ну, и займитесь, если у вас такие есть. Или там они все время пытаются что-то сделать, помочь пенсионерам, ну, помогите там, в колхозе Горького, Владимир Ильича, в Архангельском, в Татищево, Таширово, мы же с вами знаем, что там происходит. Поэтому это не более чем часть рейдерского захвата, попытка устроить здесь какой-нибудь очередной скандал, вот, вместо того, чтобы работать, а мы же видим, вот, как почистить территорию старой школы, так у них рук не хватает, а как нужно, вот, обязательно что-то, какой-то скандал устроить, обязательно трактор они нашли и прислали сюда. Ну, пошлите его туда, там что, не видно, что там происходит? Ну, там мальчики приходили один раз с жилеточками. Ну, а вот трактор пришлите, мальчики с жилеточками, они только для пиара, и заставить их, к сожалению, работать они не смогли. И поэтому там, если уж действительно что-то делать, ну, делайте, или хотя бы дорожки на муниципальной земле почистите, не так, как они сейчас в каком состоянии находятся. Поэтому вот такая глупость, причем она такая, даже говорить об этом не хочется, но я считаю, что без поддержки муниципальной власти, и областной власти, это невозможно было сделать. Они тут просто себя так уверенно чувствуют, потому что чувствуют полную безнаказанность. Ну, непонятно, Жуков, то ли он муниципальный сотрудник, то он роту представлен, то роту ему дарит охрану. Ну, короче, я уже понял, что там все слились в огненном экстазе. Сейчас эти люди, они не приспособлены к тому, чтобы работать, к тому, чтобы думать. Потому что, ну, любой соображающий человек сразу бы выяснил сначала, где находится коммуникация, и уж точно снег бы не наваливал на водопроводные, все эти теплоснабжения. А этот человек просто, ну, не соображает. Ну, что делать? Ну, его для другого, наверное, родители предназначали. Может быть, он прекрасный полковник ГРУ, как он и рассказывал. Может, у него там какие-то заслуги в этой смысле. Но хозяйственник он никакой. Но, понимаете, в чем проблема у нас? У нас проблема в том, что, поскольку его поддерживает власть, ну, не его, а вот эта вся эта шушера, значит, то мы до сих пор не можем, значит, фактически приступить к ремонту. Потому что нужно сначала обследование провести. Без фирм, которые бы дали коммерческие предложения, которые основаны на положении дел, которое нужно обязательно визуально увидеть, мы не можем начать ремонт. Поэтому они специально это затягивают, зная о том, что они, ну, конечно, суд они никакой никогда не выигрывают, потому что заставить, например, кого угодно сдать в аренду свое имущество невозможно. А поскольку мы уже приняли на работу всех кружковых работников, у нас уже 400 детей ходят, занимаются, естественно, мы не сможем отдать дворец культуры кому бы то ни было. И поэтому все во времени просто растянуто. Потому что они затягивают процессы, придумывают какие-то иски. Ну, это без перспективы. А муниципальная власть, к сожалению, никаких мер не принимает, потому что она полностью подконтрольна вот этим вот олигархам от строительства, которые фактически пытаются захватить сахоз.